В богатейшей стране мира не о яхтах, не о виллах, не о дворцах, не о золотых ёршиках мечтают ветераны о газе, плите, воде и тёплом туалете. Неужели ничего не ёкает в сердце? Неужели не наворачиваются слёзы на глазах? Как Единая Россия, которая у власти более 20 лет такое допустила? Депутаты Единой России просто решили не голосовать, уйти из зала. Он не нуждается в пенсии 200 тысяч наличными, и я полагаю, что эти деньги прямой наводкой уйдут ближайшим родственникам. Как вы вообще ветеранам в глаза будете смотреть потом? Сегодня, 75 лет спустя, после Великой Победы, в России ветераны живут несравнимо беднее и по сравнению с остальными державами-победительницами, и по сравнению с побеждёнными странами. Приближается 9 мая, и я думаю, что в этой связи наш проект вполне актуален. О внесении изменений в некоторые федеральные законы в целях установления ежеквартальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Предлагается установить ежеквартального, подчёркиваю, материального обеспечения участников Великой Отечественной войны в размере 600 тысяч рублей. Ну, то есть это 200 тысяч рублей в месяц. Законопроект, безусловно, носит затратный характер. Но если у нас в стране есть деньги на охрану аж одновременно Федеральной службой безопасности и Федеральной службой охраны, неизвестно кому, принадлежащих дворцов под Еленжиком, если у нас для высших менеджеров государственных, казалось бы, предприятий возможны многомиллионные зарплаты, многомиллионные я имею в виду в день, а не в месяц, то, может быть, федеральному законодателю стоит подумать, что национальный доход распределяется как-то не вполне правильно. Прошу поддержать законопроект, выразив тем самым реальное, а не декларативное, как часто бывает, отношение к тем немногим из победителей, кто дожил до наших дней. Ветераны Великой Отечественной войны подарили нам всем жизнь, а власть вспоминает о них только 9 мая, часто просто на словах или для совместного фото. А между тем, знаете, о чем мечтают те немногие десятки тысяч, оставшиеся всего лишь в живых, ветераны, вот эти героические люди в нашей стране. Зайдите на сайт «Мечта ветерана» и посмотрите. Большая часть из них, особенно господа вот из «Единой России» и те, кто отсутствует сейчас в зале, зайдите на сайт «Мечта ветеранов» и посмотрите, вдумайтесь, о чем мечтают ветераны. Большая часть из них мечтает о новом телевизоре или о холодильнике, о слуховом аппарате, о газовой плите или о новой ванне с поручнями. Многие мечтают пройти лечение в санатории, а кто-то отремонтировать крышу дома или чтобы в доме был туалет и душ, или о стиральной машине, кто-то о зубных протезах, о телефоне с большими кнопками, о ремонте в квартире, провести домой газ и газовую плиту, о кровати с ортопедическим матрасом, или отремонтировать и остеклить лоджию об инвалидной коляске, о скважине, чтобы в доме была вода. В 21 веке, в 2021 году, после громких обещаний партии власти о том, что к 2020 году каждая российская семья будет жить в квартире не меньше 100 метров, даже те немногие, оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, мечтают о теплом туалете в доме, газе и воде. Это по всей стране, зайдите, посмотрите, там разные регионы, разные города. В богатейшей стране мира у нас есть все. Нет ни одной другой страны мира, в которой есть столько всего. Природных ископаемых, нефть, газ, золото, бриллианты, лес, все есть абсолютно. Куда все это уходит? Не о яхтах, не о виллах, не о дворцах, не о золотых ёршиках мечтают ветераны, о газе, плите, воде и теплом туалете. Неужели ничего не ёкает в сердце? Неужели не наворачиваются слезы на глазах при виде вот этих скромнейших, бедных людей, нуждающихся в самых банальных потребностях, которые даже мечтами-то сложно назвать, а для них это мечты? Неужели чиновники, получающие огромные пенсии от 45 до 75 процентов от зарплаты? А мы знаем с вами, что есть огромное количество чиновников, получающие зарплаты в сотни тысяч рублей в месяц, а некоторые миллион рублей в месяц. И вот у них пенсия от 45 до 75 процентов. Неужели вот эти люди достойнее ветеранов, прошедших войну, благодаря которым мы с вами живём? Ветераны вермахта в Германии, проигравшие в войне, получают пенсии в переводе на рубли от 200 тысяч рублей. Почему же наши ветераны-победители в разы меньше? По сравнению с ними это вообще просто копейки получают наши. Как мы, наследники Великой Победы, такое допустили? Как единая Россия, которая у власти более 20 лет такое допустила? Наш с вами долг обеспечить достойную старость хотя бы тем ветеранам, которые дожили до сегодняшнего дня, поднять хотя бы им пенсии. Вот это будет настоящей заботой. Вот это будет настоящим подарком к 9 мая. Прошу всех и каждого поддержать наш законопроект, проголосовать за повышение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, которых осталось на всю страну буквально несколько десятков человек. Пусть хоть на старости лет порадуются. Это наш с вами долг, это наша с вами обязанность. Уважаемые коллеги, тема Великой Отечественной войны для всех, для нас является святой. Поэтому я думаю, что тут даже споров быть не может, что ветераны не должны жить на копейки, они не должны страдать, тем более, когда им уже всем, как говорил Михаил Ильич, глубоко за 90, кому-то за 100 лет. И, соответственно, сейчас экономить на ветеранах – это просто кощунство. Со своей стороны хочу добавить, что, к сожалению, факты, когда ветераны продолжают жить в нищенских условиях, они продолжают оставаться в нашей стране. Вот не так давно в средствах массовой информации была информация, что Вагаршак Хачатрян, ветеран Великой Отечественной войны, умер в квартире 41 квадратный метр, ему были лишние 40 сантиметров, префектура не выделила, поэтому ему жил площадь, и он умер на кухне. Жил на кухне. Понимаете? Конечно, всегда можно говорить о том, что это на местах, что-то чиновники не так сделали, не досмотрели, не доглядели. Да, это все бывает, от этого никто не застрахован, но данный законопроект, он как раз нас от этого и обезопасивает. То есть, если мы ветеранам даем пенсию 200 тысяч рублей в месяц, они сами себе смогут улучшить жилищные условия, купить себе лекарства, нанять сиделку, если нужно. Соответственно, эта проблема, она будет во многом решена вот этим законопроектом. Поэтому прошу поддержать. Исходя из прописанных в законопроекте формулировок, реализация мер социальной поддержки в виде выплат представляется трудновыполнимой. Исходя из вышесказанного, хочется отметить, что данный проект вводит ряд норм, которые уже регламентированы действующим законодательством. При этом предлагается усложнить систему получения выплат, добавив их к согласованию у новых федеральных органов. При этом процесс получения самих выплат не проработан. Фактически, в тексте проекта закона содержатся противоречивые формулировки, которые делают процесс получения выплат очень сложной и трудоемкой процедурой. На данный проект постановление имеется отрицательное заключение государственного права управления Московской городской думы. Также нами была запрошена позиция профильного федерального Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, которая не поддерживает данный проект закона. Понимая, что сейчас трансляция идет во всех помещениях Московской городской думы, я все-таки прошу всех отсутствующих депутатов вернуться в зал, а то нам опять не хватит голосов для прохождения проекта. А теперь, с вашего позволения, еще раз большое спасибо всем тем, кто сейчас присутствует в зале. И очень надеюсь, что все-таки другие депутаты подойдут к моменту голосования, которое начнется через несколько секунд. Михаил Леонидович, я понимаю, что вы всех поблагодарили. Вы хотели сделать, насколько я помню, изменение редактора. До голосования в первом чтении. Если честно, то глядя на вот это количество, которого априори не хватает, я уже не вижу смысла что-либо делать. Но если чего, я могу да, зачитать. Нет, не отзачитывать, вы просто скажите, что у вас есть изменения редактора. Мы не успеем. Спасибо. И вообще для меня это чудовищно, что я сегодня услышал от представителей «Единой России». Это нашли массу придирок, огромное количество, лишь бы не добавлять ветеранам пенсии. Вот все, что угодно. Главное, чтобы ветераны остались без пенсии. Понимаете? Не дай бог, какой-то бюджетный рубль лишний им перепадет. Это просто удивительно. И что? И как вообще это объяснить? Как вы вообще ветеранам в глаза будете смотреть потом? Тоже очень расстроена тем, что зал пустой. Депутаты «Единой России» просто решили не голосовать, уйти из зала. Расстроена тем, что услышали мы оппозиции «Единой России». То есть масса придирок, лишь бы не принимать повышение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. И в этой связи я, честно говоря, наверное, обращусь к нашим избирателям, к людям, к россиянам. Запомните это. Скоро выборы. Вот так вот поддерживает людей. Вот так социальный, как вот они говорят, социальный бюджет обычно. Какой он социальный? В нищете живут и ветераны, и пенсионеры. Даже ветеранов, которых осталось всего несколько десятков тысяч человек, даже им не готовы поднять в преддверии 9 мая. Что говорить про всю остальную страну? Как можно голосовать за таких? Спасибо, депутат Метлина. По мотивам. Вы знаете, коллеги, ну снова мы сталкиваемся с каким-то оголтелым популизмом. И, честно говоря, вот любой находящийся бы сейчас здесь ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Москве, я не говорю за всю Россию, я говорю за Москву. Сейчас бы выступил и сказал, мы в нищете. Мы не окружены заботой и вниманием. Дело в том, что московские ветераны Великой Отечественной войны, давайте не будем открывать сайт «Мечта ветерана», где люди 80 лет мечтают о новых зубных протезах. Давайте все-таки сосредоточимся на тех, кто имеет, так сказать, удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. У них такое количество социальных льгот, они окружены такой мощнейшей заботой государства. Мне просто кажется, что человек, которому 95 лет, он не нуждается в пенсии 200 тысяч наличными. И я полагаю, что эти деньги прямой наводкой уйдут ближайшим родственникам. Вот о чем я говорю. Вот почему. Спасибо. Коллеги, с учетом поступивших заявлений депутатов об отсутствии на Седании Думы по уважительной причине, результаты голосования за 17, против 0, воздержались 5. Решение не принято. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Продолжение следует...